Ну что, как я обещал, перед нами есть вот такие вот крутые две новиночки. Точнее, как новиночки. Эта новиночка у меня появилась, а раньше, то есть, ребята уже давно выпустили. Это удивительное инженерное решение от компании Amtra. Они производят вот такие вот компрессоры. Ну, в принципе, предлагаю посмотреть. Это у меня сейчас находятся две модели. Первая модель это Amtra 120 Air System. А это Amtra Air System 360. Приступим к распаковочке, пожалуй, 120 модели. Начнем с нее, потому что у нее меньше функций, а у этой чуть побольше. Но я думаю, что в процессе нашего обзора вы сами все увидите, сами все поймете. Amtra Air System 120. Давайте изначально посмотрим, как она упакована, что на коробке изображено. В принципе, все ясно, все понятно. Название и модель данного компрессора все вот видно. То есть, Amtra Air System 120. Потом, что здесь еще изображено? Изображено на многих языках. Что это такое? Чтобы многие могли сразу идентифицировать. Потому что такая модель очень интересная, очень красивая. Я думаю, сейчас мы сейчас сами все увидите, когда я распакую. Вот. Что здесь еще пишется? Что это такое? Компрессор, какие функции он выполняет, сколько часов. То есть, здесь все тоже изображено. Дальше, если посмотреть на эту сторону, видно, что входит в комплектацию данного компрессора. И его функции. В принципе, что он выполняет, какие системные управления у него есть. Вот. Ну, в принципе, больше ничего. Сама коробка очень плотная. То есть, при транспортировке вариант того, что он побьется, ударится, помнется. То есть, очень мал. Ну, я думаю, что если мы сейчас открываем, что мы видим? Видим, что здесь все упаковано. Он здесь обложен пенопластом. Потом видно сразу, что здесь находится все в пленочке. Ничего не царапается, ничего не бьется. Вот. Дальше, если мы достанем компрессор, мы увидим, что здесь вот еще два пенопласта достаем. Увидим, что здесь есть снизу еще отдельная ячейка. Открывая эту ячейку, мы видим остальную комплектацию. В остальную комплектацию входит два распылителя. Так как сам компрессор у нас идет с двумя выходами. Поэтому идет два распылителя. Два обратных клапана. Два краника, чтобы глушить, перекрывать необходимое количество воздуха. Но и сам тройничок. Тройничок нужен для того, чтобы разветвить или, может быть, направить от двух в одно направление. В принципе, все предельно ясно и понятно. Что дальше мы видим? Здесь входит блочок. К этому блочку тоже самое видим, что идет провод, чтобы подключать это все в сеть. Но у этого компрессора есть одна большая особенность. Этот компрессор работает даже при выключенном свете. И вам не надо переживать, что если выключили свет, вам надо бежать и как-то спасать ваших рыбок. То есть, вот это плюс и преимущество данного компрессора. От этого эвалируется цена. О цене я скажу чуть позже в видео. Теперь предлагаю посмотреть компрессор сам в работе. То есть, все достаточно просто. Потому что этот компрессор имеет несколько функций. Но об этих функциях я вам сейчас расскажу, когда мы будем устанавливать это все на вот этот аквариум. Вот сам компрессор. В принципе, по компрессору все достаточно просто и понятно. Если мы нажимаем кнопочку включения, то он начинает сразу же свою работу. Сам компрессор перегоняет 2 литра в минуту. То есть, 120 литров в час. Также на данном компрессоре есть вот такая кнопочка. Называется пульс. То есть, это дополнительная функция, которую выполняет данный компрессор. И как указывает производитель, что он может работать без включения в электросеть. То есть, он может работать 11 часов. Но есть один плюс, о котором производители также само указывают. То есть, мы переведем функцию пульс. Мы можем увеличить количество времени, которое будет работать данный компрессор. То есть, он уже будет работать не 11 часов, а будет работать 14 часов. Ну, плюс-минус. Там это зависит от заряда батареи. И здесь стоит учесть, что и не стоит бояться, что когда вы нажимаете кнопочку пульс, он перестает подавать воздух. Но через 15 секунд основа подает. То есть, как он работает. 15 секунд подает, 15 секунд не подает. Тем самым он экономит просто аккумуляторную батарею. Вот. Еще здесь установлена хорошая качественная литиевая батарея. Которая позволяет даже при выключенном компрессоре, то есть, он у вас выключен и вставлен в сеть. Он включается автоматически, когда от него перебивается ток, да. То есть, перестает подача электроэнергии. И он автоматически переводится в режим подачи кислорода. Вам не надо бежать домой, чтобы включить компрессор. То есть, он сам все за вас делает. Сам все переводит. От этого, снова же повторюсь, от этого зависит и цена данного компрессора. Устанавливается он достаточно просто. Вот данный компрессор. У него есть два входа. Так, у нас в аквариуме, точнее в комплектации аквариума, у нас уже установленный хайдом компрессор, который уже идет на два входа. Мы просто возьмем и переставим. От старого компрессора. Мы просто, видите, у нас уже подготовленная система. Мы просто сюда вставляем и включаем его в работу. Смотрите, данный компрессор еще не подключенный в сеть, да. Но у него, если мы нажмем кнопочку, видим, что количество загорается индикаторы, по которым видно количество заряда батареи. Вот, мы включили. Смотрите, пошел воздух. Вставляем в разъем и подключаем в розетку. В розетку мы подключили. И, как видим, он не прекращает свои работы. Продолжает работать, но просто он переведен в режим подпитки от уже основной сети электроэнергии. То есть, еще нам не стоит переживать о том, что у нас разрядится. Идет постоянный заряд батареи. Мы сейчас отключаем. Вот, допустим, представим, что у нас отключает электроэнергию. Мы отключаем. Он снова же продолжает свою работу. Никаких перебоев нету, пока мы не нажмем вот эту вот кнопочку выключения. Все. Нажали кнопочку выключения. Быстро перестал подавать этот. Здесь стоит обратный клапан. Даже если выключили свет, то сама вода не попадет в данный компрессор. Все. Снова включаем. Он снова подает. Включаем снова в сеть. Все. Он переведен в сеть. То есть, и экономит нам аккумуляторную батарею. Переводим в пульс. Он перестает подавать. Представим, что у нас выключили свет. Давайте выключаем свет. Он переведен в пульс. И каждые 15 секунд подается вот воздух. Тем самым обогащает воду кислородом. Все. В принципе, этот компрессор, он и остается в данном аквариуме. Мы подключаем его в сеть и оставляем его в работе. Но если для тех, кто не понял, как работает данный компрессор, конечно же, ферма дает вот такую вот инструкцию, в которой вы разберетесь. В принципе, все ясно, понятно. И я думаю, что даже любому новичку, любому любителю аквариумистики, или тех, кто даже не имел дело с техникой, обязательно разберется по этой инструкции. Теперь предлагаю поговорить о второй модели. Всего этих моделей три. Amtra выпускает это 60-я модель, 120-я модель и 360-я модель. 120-я модель мы установили на вот этот аквариум. И теперь у нас есть 360-я модель. По моему мнению, эта модель гораздо интереснее, потому что она выполняет еще дополнительные функции, и можно кое-что делать. Дальше я вам все и покажу. Сам компрессор упакованный снова же вот в такую коробочку, которую вы видите. Но здесь снова же она уже в размерах, мы видим, что она больше. Все указано, что здесь на коробочке, что входит в состав коробочки, и работу, или описание, точнее, данного компрессора. Ну, вот такая вот коробочка. Снова же она плотная. И коробка сама почему больше? Не потому что там дополнительные какие-то штучки добавили, а потому что сам компрессор, он идет больше и мощнее. Открываем. И что мы здесь видим? Снова же все упаковано, все красивенько запаковано. О том, переживать о том, что в дороге он побьется, нам не стоит. И даже оттуда, с Италии, он едет к нам в Украину, и достаточно успешно доезжает, и без всяких повреждений. Здесь все в пенопласте. Есть инструкция. С инструкцией мы уже определились, все, в принципе, ясно-понятно. Предыдущую модель мы уже посмотрели. Вот. И уже есть вот такая коробочка. В той модели такой коробочки не было. Был просто полиэтиленовый пакетик, зип-пакетик. И в нем было запаковано все необходимое. Здесь же все в коробочке. То есть, комплектовано, все красивенько. Мне кажется, что в предыдущую модель сделать вот такую коробочку, потому что, ну, когда распаковываешь, все-таки приятнее. Мы видим, здесь идет адаптер, сетевой кабель, шланг подачи воздуха, через который магистраль, через который подается воздух, два обратных клапана, два краника, ну и два распылителя. Данный компрессор, забегая наперед, хочу сказать, что мы установим в большой аквариум. То есть, он будет работать там. Мы решили абсолютно все переделать. И, ну, все-таки надо немножко модернизировать и стремиться к лучшему. И каждый раз добавлять какие-то новиночки. Поэтому нам это нравится, мы это делаем. Смотрите, какой красавец. По работе данного компрессора, тут уже, помимо той кнопочки пульс, которая была на предыдущей модели, тут добавляются еще и две кнопочки боковые. Для чего они нужны, я вам сейчас все покажу. Смотрите, включаем данный компрессор. Он включается без подачи электричества. Вот есть кнопочка пульс, которая была на предыдущей модели. Мы нажимаем кнопочку пульс, он переходит в режим ожидания сначала, потом начинает 15 секунд, он ждет, снова же работает. Снова же переходит в режим ожидания, снова включается через 15 секунд. И таким вот периодически он может работать до 20 часов. Что классно, потому что производитель на коробке нам указал, что время работы 14 часов. Но 14 часов это при постоянной подаче кислороду. Потому что постоянно потребляет аккумуляторную батарею. И нам надо подавать воздух в аквариум. Но если мы переведем в режим вот такой вот пульс, то он тем самым экономит заряд батареи. Это очень классно, потому что мы бывает не знаем, насколько нам выключили свет. И данный компрессор может очень сильно спасать. Все, выключаем кнопочку пульс. Он переходит в постоянную подачу. И смотрите. Минус. Это мы делаем минимальное количество подачи воздуха. Плюс мы увеличиваем количество подачи воздуха. То есть, снова же мы регулируем, смотрим по аквариуму. Надо нам столько воздуха, не надо. Чтобы, естественно, рыба там не колопуцала. И все-таки, как указывает производитель, что данный компрессор подходит на аквариум до 360 литров. Давайте поговорим о звуке. Точнее, о вибрациях, которые выдает данный компрессор. Он достаточно тихий. Сейчас вы можете услышать, что он издает какие-то звуки. Но при подключении магистрали всей, естественно, что звук снижается. Как указывает производитель, что он выдает до 38 дБ. Предлагаю установить данный компрессор на наш аквариум. То есть, он теперь будет стоять на постоянке там. Потому что мы переживаем, что бывает перебой с подачей электроэнергии. Он будет стоять теперь там. Все детали, которые находились у нас в коробке, они нам не понадобятся. Потому что, как я и говорил, у нас здесь снова же установлена вся магистраль. И нам всего лишь что нужно сделать, так это отключить данный компрессор Тетровский и подключить вот этот компрессор, который мы хотим, чтобы он был у нас в работе. Для этого нам понадобится сам компрессор, сетевой кабель и адаптер. Честно говоря, на заметку скажем, если вдруг меня посмотрит какой-то, может быть, представитель компании Amtra, что я бы, скорее всего, сетевой кабель сделал бы подлиннее, потому что неизвестно на каком расстоянии, неизвестно на какой дне у нас может быть установлен компрессор от... Так, теперь берем, подключаем магистраль к нашему компрессору. У нас все просто, у нас уже все подготовлены шланги, потому что до этого здесь уже работала система подачи воздуха, и нам всего лишь надо втыкнуть один канал и второй канал. Все, чтобы включить в работу, мы просто нажимаем кнопочку и видим, что начинает подавать воздух в аквариум. Сейчас оно прогонит, потому что есть длиннее шланг, а есть короче. Ну вот, в принципе, оно и подает. Сам аквариум у нас идет на 300 литров, поэтому мы видим, что он пробивает даже вот этот столб воды, который здесь есть. Все, и теперь мы берем, просто подключаем компрессор в сеть. Вот такой адаптер и сетевой кабель, который можно было бы сделать подлиннее. Здесь защищен от влаги есть вот такой чехольчик. Мы чехольчик снимаем и вот сюда сетевой кабель подключаем. Если у нас будет отключен сетевой кабель, то автоматически он переводится в режим подачи воздуха. То есть нам не надо бегать и снова же включать. Все очень удобно, классно и понятно. Длины шнура, блин. Что хотелось бы отметить по данному компрессору, что помимо того, что в предыдущей модели не было индикатора подключения к сети, здесь же оно есть. Здесь идет дополнительный световой индикатор. Подключаем его к сети и он у нас загорается. И видно, что он работает от сети. Также видно, что идет подзарядка аккумулятора. Что касательно цены на данную продукцию, то есть все достаточно просто. Я вам скажу, в гривне вы уже все переводите, исходя из курса доллара, который снова же я назову. Данная модель, вот эта вот 120, она будет стоить в районе 1200 гривен. Модель, которая 360, она будет стоить 1700-1800 гривен в Украине уже в продажной, в магазине. Ну и говоря о модели, которой у нас нет, это 60 модель, она будет стоить в районе 1000 гривен. В принципе, на данный момент это все. Курс доллара сейчас у нас идет в Украине 28 гривен за доллар. То есть, ну и вы себе уже переводите, смотрите и регулируйте, то есть подходит ли вам эта цена. И в принципе, я думаю, если вы видели обзор и посмотрели полный обзор, то я думаю, на данную продукцию, то есть оно того стоит. Все, круто. А у тебя борода чернее в кадре. Да. Рыжее, чернее. Ты меня еще продолжаю снимать? Ага, взял. Все, в принципе, на этом все. Это весь обзор, который я хотел сделать и поделиться с вами вот такой вот крутой новинкой. Не знаю, я надеюсь, что оно вам понравилось, потому что мне оно очень понравилось, и будем теперь юзать вот такие крутые штучки. Все, до скорой встречи, пока-пока. Не забудьте подписаться на наш канал, потому что нам надо развиваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!